Книги, электронный микроскоп и VR-технология. В Северном районе открыли новую модельную библиотеку, где дети смогут и читать классиков, и учиться с помощью специальных игр. Подготовили к началу учебного года и среднюю школу. Екатерина Стывко побывала в образовательных учреждениях района. Нужно покрутить в правую сторону, чтобы был зум больше. А чтобы зум стал меньше, нужно покрутить в левую сторону. Артем Фулавкин знакомит товарища с миром биологии. Под микроскопом рассматривают листья деревьев. Видно каждую прожилку. Техника электронная, картинка на мониторе компьютера. Хочу с биологией в будущем создаться. Стать ученым, изучать бактерии и всякие. В рамках нацпроекта «Культура» в поселке Северное открыли модельную библиотеку, сделали современный ремонт, купили новое оборудование, установили большой интерактивный экран. Сначала с некоторой настороженностью относились мы к программе модельных библиотек. А потом понимаем, что модельная библиотека – это не только новые стены, новая окраска, новое оборудование, но новая жизнь. Библиотеки превращаются из места для хранения книг в место для общения. Стоимость работ больше 5 миллионов рублей. Посещать библиотеку смогут дети не только Северного, но и соседних поселков. В Доме книги открыли краеведческую студию. Библиотека – это библиотека исторических знаний. Мы посчитали, что сейчас это особенно актуально, поддерживать у нашего молодого поколения интерес к истории своей страны, к истории своего края. К Дню знаний подготовили и образовательные учреждения. Так, этим летом на территории Северной средней школы уложили асфальт, а в самом здании провели косметический ремонт. Ждут учеников и в точках роста. Дети в точке роста занимаются внеурочной деятельностью. Например, моделируют вот такие фигурки, создают их с помощью 3D-принтера. Также учатся пилотировать дроны, изучают микромир с помощью электронных микроскопов и создают роботов. Кабинеты в школе открыли три года назад. Особую любовь питают дети Северного к шахматам. В точке роста целый профильный кабинет. На большой доске ученики изучают схемы игры, после отрабатывают приемы на практике. У нас есть очень хороший успех. Среди точек роста был всероссийский чемпионат по шахматам. Моя подопечница Шишканова Татьяна взяла первое место в финале всероссийских игр. То есть стала чемпионом России среди точек роста. Последний день перед началом учебы мальчишки и девчонки поселка проводят на улице. В центральном парке зеленую зону благоустроили по поручению Андрея Травникова. Сегодня дети прощаются с летом, поют песни, водят хороводы и пробуют урожай. Старое оборудование мы убрали, закупили новые батуты, аттракцион, тир работает, посадили деревья, сцену у нас очень прекрасно, спортивные сооружения. Завершают рабочую поездку в Северный район возложением цветов на монументе воинской славы, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь во благо Родины. Екатерина Широких, Родион Токарев, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова